Всем привет! С вами Костян и у нас еще одно очередное отчетное видео о проделанной работе. Сегодня у нас в работе вот эта эрочка, очень жирная, в полной комплектации. Здесь даже стоит контроль полосы, контроль слепых зон. В общем, все, что только может в ней стоять, стоит все. Мы с ней будем делать глобальную обклейку. Здесь будет целиком забито все перламутровым орнаментом. Красный металлик, полосы, красный бампер. Решетка мы сейчас определились, наверное, будет черная. Но я, наверное, вам сейчас покажу эскиз, но он очень предварительный, потому что, походу, мы с хозяином машины уже переиграли почти 50% того, что задумали. Мы ее потихоньку раздербаниваем. Видите, сняли бампер для того, чтобы было удобнее проклеивать вот эти вот проемы и щели, потому что бампер у нас оклеивается целиком в красный. Вот такой вот красный. Не знаю, видно вам нет, но он металлик с блестками. Такой хороший, благородненький, дорогой цвет. Это пленочка КПМФ, 7-я, по-моему, серия. Довольно-таки качественный английский продукт. Уже я лет 15, если не больше, пользуюсь этой маркой. Они очень стабильные, но довольно-таки архаичные ребята. Восьмерка, судя по толщине, восьмерка. Очень у них качественный продукт, но они очень тяжело работают с цветами и какими-то новыми направлениями. Но сейчас время вынуждает, и у них новая палитра. Кто занимается пленками, обязательно посмотрите. Там есть интересные цвета. Сейчас у нас идет поклейка бампера. Он по эскизу целиком красный. Вот так вот выглядит этот процесс. Мы что-то снимаем, что-то навешиваем, делаем на машине. Потом снимаем, проклеиваем. Вот эти все торцы мы проклеили заранее. Потом сверху делаем нахлестик, чтобы были аккуратные швы и смотрели вовнутрь. Так как если делать наоборот, то вероятность, что его оторут керхером, особенно зимой, гораздо выше. Вот все это подгибается максимально вовнутрь, чтобы нигде не было видно белого. Здесь тоже все щели проклеиваются, как вот здесь сейчас вам покажу. Видите, до момента, когда соседняя деталь будет рядышком, чтобы в щелях не было видно родного цвета. Первый день данного проекта подошел к концу. Мы успели сегодня сделать только бампер и какие-то части, ну, небольшие элементики по кузову, плюс арматурка. Ну, большую часть дня, конечно, у нас была подготовка. Пока помыли, пока загнали, встретили машину. Это очень много занимает времени. В целом день все равно прошел очень продуктивно. Я надеюсь, что мы уложимся в три дня, как запланировали. Но здесь на самом деле еще много работы, много плотарки и куча мелочей. Поэтому продолжаем работать. Посмотрите, какая топографическая картинка. Погодка сегодня, конечно, радует. Ну что, мы продолжаем. Посмотрите, какая симпатичная картинка. Погода немного наладилась, солнышко вышло. В общем, мы немного отошли из начального плана. Решили немного изменить полосы. Я вам чуть позже покажу поближе, когда мы их наклеим. Так как все-таки, когда машина стоит рядышком, видно немножко другие линии, формы. И хочется что-то уже по месту поменять. Так как все-таки монитор не передает все ощущение формы. Кстати, я еще не рассказал про пленочку. У нас, видите, не просто красный, а красный с блестками. Это у нас конец второго дня. Это, конечно, дольше, чем я рассчитывал. Как бы с графиком мы выбиваемся. Но зато мне нравится. Я нашел новую линию, которая на эскизе... Как-то выглядела на эскизе она кургуза. Но сейчас мне прямо начинает нравиться. То есть по месту гораздо легче ловить какие-то линии на форме всегда. На форме так всегда. Вот зацените, что получается. Завтра все это подравняется, отобьется линиями тонкими и должно быть очень круто. Еще черная решетка. Решетка, кстати, будет у нас вот эта черная вся. Это дополнительный придаст агрессивности. Сейчас мы у себя в студии и режем орнамент, которым будет загружен весь белый участок кабины. Потому что решили, что так будет посложнее смотреться, как будто это такой ажурный ковер. Я думаю, будет классно. Посмотрите, вот так вот будет выглядеть орнамент. То есть орнамент будет перламутрового цвета. Вот такого перламутра. Выглядеть это будет примерно так. Не выбранные части это будет цвет автомобиля. А орнамент будет идти на прозрачной пленке. При том, что сохранится родной цвет автомобиля. Просто в местах, где мы запустим этот орнамент, он будет с перламутровым отливом. Что должно иметь очень интересный визуальный эффект. Видите? Она прозрачненькая. То есть при наклеивании его на родной цвет, мы получаем родной цвет, но с перламутровым отливом. Здесь плохо видно. Давайте на кружку с кофе прилепим. Вот, видите, вроде цвет тот же, но при определенном освещении он начинает переливаться. Я думаю, сейчас видно на камеру, как это смотрится на солнышке. Должно быть очень-очень круто и необычно. Сейчас мы делаем фальш-форточки. Как видите, эту часть мы уже заклеили. Сейчас приступаем к рамкам дверей. Но прежде чем клеить рамки, мы разобрали зеркало, сняли вот эти вот пластмасски, резинки. То есть все элементы, которые нам мешают, чтобы максимально глубоко под них заправить, а также под ними помыть. Потому что там всегда скапливается пыль, грязь. И даже остатки целлофана, когда машина идет упакованная перед продажей, там остаются куски целлофана, которые туда попадают. Сделали мы это все пленочкой SunMax, черным полиуретаном. Как видите, она блестит, очень хорошо не царапается. Пленка очень хорошая. И что касается вот этого элемента, пока не забыл, хотел сказать, что видите, щели белые. То есть когда мы доделаем, это будет все видно некрасиво. То есть надо будет обязательно потом проклеить все проемы. То есть здесь он будет красный, видите. Здесь черный. Чтобы вот эта вся наша красивая картина не резалась вот этими белыми полосочками. С красными элементами потихоньку закругляемся. Может быть, конечно, я потом что-нибудь еще симпровизирую, но мне пока нравится. Я не хочу ничего менять. Видите, мы добавили черную отбивку по контуру. И все сразу стало законченным и таким игрушечным. Смотрите, как классно. С черной решеткой. Супер. Сейчас мы будем клеить тот орнамент, который мы вырезали утром. И посмотрим, что из этого выйдет. Мне очень хочется скорее увидеть результат. Вот так вот это все смотрится. Завтра должно быть солнышко. Думаю, будет все это играть абсолютно другими красками. Потихоньку машинка наша наряжается. Мы уже одну сторону почти закончили. И сейчас я вам покажу, собственно, орнамент, на который я возлагаю очень большие надежды. И думаю, что это будет прям супер бомбическое решение. Но при данном освещении плохо видно. Я сейчас попробую вам включить вспышку, показать. У нас уже третий день работы с этой машинкой. И хотел поделиться одним замечанием. То, что посмотрите, как удачно пошел у нас красный цвет. Он идет по всей нижней кромке. Сейчас я вам покажу поближе. По кромке самых сильно коцуемых деталей. То есть арки, да, ну, знаете, что они подойдут. Постоянно царапаются, когда водители залезают и ногами царапаются только вот это место. Ну и плюс туда постоянный пескоструй летит. Видите? Как-то мы это не продумывали, но получилось очень удачненько. Время уже 9 часов. Мы тютелька в тютельку успеваем. Но все равно, наверное, завтра мы после погрузки утренней он приедет обратно. И мы как минимум отснимем, пробежим, посмотрим косяки. Потому что этот режим авральный, он не очень хороший. И можно что-то пропустить, какие-то мелкие косячки, недоделки. Ну, посмотрите, что получается. Очень интересненько. Сейчас к нему поближе. Вот этот орнамент мы доделали. Осталось чуть-чуть на верхушке и почти все. Еще мы не успеваем. На завтра отложим надпись Scania в черные. Тоже обязательно надо сделать. Компания Merkit. Талтай. Такие вот будут модные ребята. Кстати, о Балтае у меня еще есть один клиент. Миша. Миша, тебе привет. Ты посмотри, какой у тебя серьезный конкурент в регионе объявился. Я думаю, сейчас у них начнется соперничество. У Миши тоже очень нарядные тачки. У него Вольво. Очень симпатичные. Сегодня последний день работы с этой машинкой. Мы сейчас доделываем последние мелочи. Подбираем косячки, пузырики. Она уже съездила на погрузку. Мы ее помыли. И при этом не было выявлено каких-то серьезных дефектов, пузырей. Потому что, как правило, первая мойка, особенно зимой, показывает все косяки. То есть, лед, снег, они намерзают на швы, на какие-то стыки. И первая мойка, как правило, выявляет все косяки и недочеты какие-то непродуманные в работе. Видите, мы на лбу тоже дополнили орнамент и наклеивали его поверх основного логотипа. И получилось очень даже прилично. Мы, наверное, так и оставим, не будем его вырезать. Он смотрится более сложным, с фактурой такой интересной. Мы почти закончили, но запал энтузиазма еще не угас. И мы решили добить еще на заднике надпись в эту сканию выпуклую. И сделать ее красным цветом. Запомните, как было до. Наконец мы закончили. Сейчас машинка поедет, наконец, в рейс. Я очень доволен результатом. Получилось очень круто, как все пишут. В инстаграме это голландский стиль. Я, честно говоря, не знаю, что за голландский стиль. Но буду очень благодарен, если вы мне накидаете ссылочек на эту тему побольше. Потому что мне такой вариант расцветки очень понравился. Расцветки, композиции. Для грузовика это очень интересно и динамично. При его квадратной форме это очень важно. Чтобы подчеркнуть динамику. И в то же время это смотрелось в такой гармонии цвета и формы. Перед тем, как завершить машину, еще небольшая пробежка и обзор. Что мы здесь сделали? Мы здесь сделали черную решетку, как вы видите. Это полиуретан SunMax. Значок. В скане мы его сделали. Ну, графику вы видите сами красную. Орнамент из перламутра. Он не очень очевиден при первом взгляде. Но если присмотреться, он очень классно переливается. То есть при хорошем освещении, в хорошей погоде чистая тачка будет выглядеть супер нарядно. Ярко. Как игрушка. С полирами мы тоже проделали ту же процедуру. Видите? Орнаменты стрелочек, красные полосы. На заднике добавили немножко красные надписи. Еще тоже важная штучка, практичная. Здесь мы забронировали полиуретаном. Видите шовчик. Чтобы пистолетом не коцали на заправках. И арочки тоже мы сделали красные не просто для красоты, но и для того, чтобы когда водители залезают, не шоркали ногами вот это место. Фарки. Тоже фары мы забронировали полиуретаном. Туманки. Ну, собственно, с этой стороны все симметрично. Зеркала, конечно, наверное, их стоило бы тоже сделать черные, но мы как-то изначально их в смету не внесли и не купили на их долю пленочки. Да и времени уже тоже у нас не осталось, к сожалению. Еще обратите внимание на такие мелочи, как проемы. Видите, мы их сделали тоже максимально глубоко, чтобы при закрытой двери не видно было никаких засветов цвета белого. Ну, вот такой вышел проект. Я надеюсь, вам понравилось. И вы будете следить за моими ежедневными рабочими отчетами. Так что не забывайте подписывать, ставить колокольчик и писать комментарии. Я их очень внимательно читаю, анализирую. И если они интересные, то воплощаю в жизнь тоже. Я надеюсь, это было для вас интересное и полезное видео. А также не забывайте еще писать свои комментарии, пожелания, идеи. Самые крутые идеи я обязательно реализую. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok